Возможно ли влюбиться с первого взгляда, практически сразу пожениться и сохранить свои чувства на всю жизнь? Оказывается, всё возможно. И супруги Малиховы тому подтверждение. Со дня их знакомства до свадьбы не прошло и месяца. Мы знаем друг друга две недели только. И поженились. Я в море ходил так-то на севере. Был моряком, трава, флотом. Приехал в отпуск, познакомился с ней. Потом бросился и женились. И всё. Вот так вот. Живём 37 лет уже. 38. 37, боюсь. Как офицеры переезжали. Нефтекамск. Но не так уж этот город-то. И в Агидель. Агидель, Нагаево, Нефтекамск. Так получалось. Он работал так. То есть вам часто приходилось? Да. Направляли, например, нефтекамские работы. Он направляет в Агидель. Ну, по собственным желаниям, естественно. Милиция работала так и за это. И вот так всё собрали и приезжали? Да. Да-да-да. С семьёй полностью, да. Квартиру снимали. А сюда приезжали в огород вместе. Вот. Как обычно. Огород у нас большой. Это бабушкин дом был. Не этот дом, а рядом. Бабушка оставила нам. Потом родители дом построили. Вот это вот всё хозяйство. Лет до сих пор строим. Так и жили, переезжая с места на место. Сначала сами, а потом уже и с сыновьями. Супруга, как настоящая жена офицера и хранительница очага, при каждом переезде старалась создавать на новом месте домашний уют. Воспитывала детей и при этом каждый день ездила на работу в родное село. Привыкаешь. Семья есть семья. Где он и где этот, и я. Постоянно так было. В колхозе работала. Вухалтером. Всю жизнь 35 лет. Приехала сюда на работу. Потом уезжала к семье. Каждый день так ездила. Молодость мореходки заканчивала. Заканчивала. Потом в море ходил долгое время. Вот в 87-м встретились в отпуске. Всё, я бросил. А потом уже где-то работать надо было. Устроился госпушнадзор. Города Нефтекамска, военизированный. Там предложили уже милицию. В 92-м, в 91-м. 91-м. Потом здесь в Ногаево был участковым. Два года, наверное, да? Два-три года. А потом уже отдел экономических преступлений полностью до пенсии. Сейчас офицерская фуражка хранится на Серванте. Постоянные переезды остались позади. И теперь главная забота и радость бывшего оперуполномоченного внуки, которые не перестают удивлять деда и бабушку. Всё, никто не мешает. Опа, ой-ой-ой, как красиво. Пятёрочка. Ну-ка, а Ева как? А Ева как? Ну-ка. Опа. О, пятёрка, пятёрка. Что касается детей, младший сын Малиховых Фердинанд пошёл по стопам отца и выбрал службу. Старший, Спартак, с супругой нашли себя в предпринимательстве и при этом занимаются благотворительностью. В основном в СВО он отправляет. А так, они с женой вот так решили. Они магазин держат? Да, вот этот магазин ихний. В городе у них. Оттуда ещё этот? Оттуда помогают. У них там этот... Ну, в основном деньгами не помогают, а вещами. Футболки, тёплые бельё. В основном коммерцией занимаются. Ну, они с женой, с Татьяной, с невецкой моей, они в основном коммерцией. Ну, и работает в Белкомнефте. В такой организации, что тоже охраняет. А младший у нас на пенсию вышел, военный лётчиком закончил. В СССР. В СССР. Сейчас уже 8 лет как на пенсию. Воспитываем. В городе живут. Тоже работает этот в Белкомнефте. Оператором переучился. Дети с семьями живут отдельно, но постоянно приезжают погостить. В общем, Малиховым старшим скучать не приходится. Да и привычка держать большой огород и хозяйство не отпускает. Односельчане только удивляются, как у них на всё хватает сил и энергии. Мы много лет жили по соседству. В Зинферой с Айдульгевемовной работали вместе. Глядя на прекрасный дом, ухоженный сад, огород, полный сочными овощами, я всегда задавала вопрос, откуда они находят время и вдохновение. Газинор Азилович с 2001 года участвовал в боевых действиях Чеченской республики и является ветераном боевых действий. Семья Малиховых и сыновей Спартака и Фердинанда приучили быть активными людьми, проявлять инициативу, помогать окружающим. Сегодня и внуков так воспитывают. Они активно занимаются благотворительностью, участвуют в благоустройстве села, вносят свой вклад в развитие его инфраструктуры. Как говорят соседи, Малиховы действительно являются настоящим примером счастливой семьи, где ценят и уважают друг друга. Они вырастили достойных сыновей и никакие трудности и бытовые испытания не смогли погрузить на дно этот крепкий корабль любви.